Ну что, дорогие казахи, наконец-то мы сможем напрямую задать вопросы самому Аблязову. Он должен сейчас нам, как мужчина, честно ответить. Сколько денег он украл, ведь вам очень интересно знать. Ох, Аблязов украл деньги, пускай вернет их народу, а потом только можно с ним разговаривать. Итак, первый вопрос, сколько денег он украл. Второй вопрос, январьские события, считает ли он себя виновным в том, что там умирали люди? И какое вообще он имеет туда причастие, участие? И третий вопрос, который прям все хотят задать, что а сколько ты получаешь денег за свои митинги? Тебе там, наверное, денежки платят, а ты типа нас тут давайте-давайте, идите на митинги. Вот сейчас мы с вами зададим эти вопросы ему в лицо, и вы уже будете знать ответы. Это обращение только к тем, кто считает, что Аблязов на самом деле это продажная шкура, и что наш Назарбаев такой сладенький и красивенький. Вопросы я уже задал, Мухтар Кабулович, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Вы же в ТикТоке активно выступаете, и там язык очень простой, народный. И где-то я слышу ругать, оскорбления и так далее. Поэтому, ну я буду говорить, наверное, народным языком. Поэтому, если кто-то будет обижаться, это просто формат общения вот того самого контингента людей, которые такого рода вопросы задают. Итак, сколько украл Аблязов у народа? В Казахстане мне 15 лет нет. Вот народ, скажите, покажите мне одного человека, которым я залез в карман и украл. Одного найдите. Вот взял Аблязов и у вас украл. Я не говорю про этих зомби-титушек, которые будут говорить, да, у меня, ну пусть покажут документы, что положил деньги в банк мой, ключевое слово в мой банк. Что я хочу сказать? Украли у меня, у меня весь мой бизнес, стоимость его не наличная, а стоимость всего моего бизнеса, банка, различных активов и все прочее, было больше 20 миллиардов долларов. Стоимость. Вот у вас квартира стоит, допустим, вам родители его подарили или вы заработали в 90-х годах, а через 10 лет его стоимость возросла в 10-15 раз. Я думаю, вам это понятно будет, такое сравнение. Так вот, стоимость моего бизнеса, самого разнообразного, было больше 20 миллиардов долларов. Это был мой банк. Вы можете украсть у себя в квартире? Прийти и украсть у себя в квартире? Нет, да? Ну, если вы алкоголик, наркоман, может, жену обидели, у жены украли у детей. За мной это не замечено. Поэтому пусть в Казахстане объявятся, в открытом эфире человек скажет, вот, Аблязов у меня украл. Когда говорят у народа, покажите мне этот народ. И чтобы я украл еще в собственном банке. Я отвечу коротко. Украли у меня, у меня захватили банк. У меня отобрали все, что было у меня лично, то, что я заработал. Понимаете? Вот и все, вот весь простой ответ. Покажите мне этого человека. Когда говорят, государство вложило и тому подобное. Смотрите, мой БТА-банк обладал миллиардными активами. Кому он сейчас принадлежит? Он принадлежит помощнику Карима Масимова, бывшего представителя комитета национальной безопасности, бывшего премьер-министра. Он принадлежит помощнику Тимура Кулебаева, зятя Нурсултана Назарбаева. И фамилия его Кенец Ракишев. Вы слышали, чтобы Кенец Ракишев заплатил миллиарды долларов за мой БТА-банк? Государство. Государство у меня же его захватило, присвоило. Вы слышали? Нет. Но он собственник. Он везде говорит, вот я сейчас БТА-Украина продам, БТА-Беларусь продам. Вы слышали, чтобы он заплатил государству миллиарды долларов? Нет. Вот ответ простой. Кто украл? Они у меня банк захватили, распилили. И потом остатки, кстати говоря, тоже стоящие миллиарды, переписали на Кенеца Ракишева. Кенец Ракишев, он же зять и Манголита Смагомбетова. Он сейчас секретарь, генеральный секретарь ОДКБ. Того самого ОДКБ, который в январе 22-го года залил кровью наших граждан, нашу страну. Вот вам ответ. Где находятся мои активы? Они в руках этих воров, которые все украли и потом еще кричат, типа, держи вора. И еще, я народным языком скажу. Люди вообще такие простые вещи не понимают или не хотят понимать. Они просто тупые зомби режима. Я создавал демократический выбор еще в ноябре 2001 году. Меня в марте, через 5 месяцев, 27 марта 2002 года арестовали. Дали срок 6 лет в тюрьме. Крупнейшие международные правозащитные организации объявили, что это политическое преследование. Что являясь узником совести делало заявление Госдепартамент США. В феврале 2003 года была специальная резолюция Европейского парламента с требованием меня освободить. Понимаете? И тогда тоже были обвинения, что якобы я украл какие-то 3 миллиона долларов. Понимаете? Но при этом почему-то международное сообщество этому не поверило. Этому не поверили и люди, которые воевали, боролись против власти в 2002-2003 годах. И вот в 2009 году снова это повторилось. У меня украли собственность и опять же обвинили в каких-то многомиллиардных хищениях. Пусть покажут. Деньги они в банке, если лежали, если деньги двигаются, у них есть след. Из одной страны, из другого банка переходит и их легко арестовать. Вы слышали, что у Мухтара Блязова арестовали миллион долларов где-нибудь? Нет. Какие-нибудь там их зомби, опять же пропагандисты говорят, что он так спрятал, что его никто не может найти. Весь мир он финансовый гений. Это все вранье. Деньги имеют след. Ты в банк положил, дал поручение перевести и так далее. И они отслеживаются. Во-первых. Во-вторых, если у меня 7,5 миллиардов, как мне сейчас говорят. А вообще в России на НТВ выходило, что якобы я украл 100 миллиардов. 100 миллиардов. Это больше, чем резервы страны. 20 миллионов страны. По всем каналам гоняли. Так вот, вы должны знать, когда ты в банк просто положишь 10 тысяч долларов, банк у тебя спрашивает, откуда у тебя средства, где ты работаешь. А тем более в западные банки, чтобы деньги гонять, это вообще невозможно. Понимаете? Вот для тупых зомби режима я задаю первый вопрос. Один человек пусть появится, скажет, что вот Мухтар Аблядс у меня украл деньги. Когда говорят деньги у народа. У какого народа, у которого под носом этот режим воруют миллиардами, они катаются там в дворцах и тому подобной яхтах под их носом, а они за мной пытаются охотиться и не могут найти. Вы что, совсем тупые, что ли? Да. Слушайте, блин, а это доказуемо, да, что государство отжало у вас все вот это? Да, конечно, 2 февраля 2009 года, 8 часов утра, правительство во главе с Каримом Массивом, который сейчас сидит в тюрьме, обвинен якобы в неком государственном перевороте, приняло решение о национализации моего банка. Национализация предполагает выплату собственнику стоимости по рыночной стоимости, поэтому называется национализация. Стороны договариваются и выплачиваются собственнику, если они чем-то недовольны. Как в арабских странах было, когда они, иностранных инвесторов, которые имели нефтяные месторождения, они выплачили компенсацию какую-то и национализировали. У меня просто украли, они просто забрали все, что было. И при этом обвинили вдогонку, что якобы я что-то украл. Но при этом никак не могут показать. Ссылаются, вот я знаю, сейчас они выскочат некоторые, а вот английское решение суда. Английское решение суда к этому никакого отношения не имеет. Меня не допустили к этим судебным процессам, потому что на меня параллельно атаковали, таранили мою машину в Лондоне. Ночью полиция Лондона пришла и сказала, вас хотят похитить, убить, но мы вас защитить не можем. Если на вас будет нападать, вы должны успеть позвонить нам, а мы приедем. При этом вооруженную охрану вы не имеете права держать, оружие не имеете права иметь, ничего не имеете права иметь. Вот когда вот такие события происходили на меня в Лондоне, я был вынужден уехать. И с семьей мы разъехались в разные страны, а мою семью потом нашли и похитили жену и шестилетнюю дочь. Это общеизвестная, широко известная история. Поэтому я уехал из Лондона, когда наступила угроза, когда мне полиция предупредила. И мне суд потребовал, чтобы я вернулся в Лондон, иначе меня не допустят в защите. Это, кстати, нарушает фундаментальное право, право на защиту. Конвенции международные есть и так далее. Там было лобби, меня не допустили к этой защите и просто дали поражение якобы за неявку суд. Ну, чтобы вы знали, понимаете, чтобы вы знали. В Англии процессы происходят без участия стороны. Вот я, например, не участвовал. Иногда приходил послушать суды, а там участвуют адвокаты. И тут судья потребовал, чтобы я присутствовал. Понимаете? А этого такого не было. И при этом на меня навешали ту собственность, которую юридически. Банки говорят, что я к этому отношению не имею, я не собственник, деньги не мои. Агенты, которые оформляли разную недвижимость, говорят, да он вообще к этому отношению не имеет. Тем не менее, судья понимает валютаристское решение. А почему? Потому что первое решение об аресте моих активов принимал Уильям Блэр. Старший брат Тони Блэра, бывшего премьер-министра Великобритании. Консультанта Назарбаева, который за три года получил вознаграждение 50 миллионов долларов. Поэтому английские решения не говорят, что я украл. Они говорят, что я не явился в суд. Поэтому мне засчитали поражение. Вот и все. И это все в открытом доступе. Я тысячу раз объяснял. Зомби они никогда не поймут. Они смотрят телевизор. Они верят. Вчера верили Назарбаеву. Сегодня говорят, мы любим Тукаева. Это зомби, от которых никакой пользы нет. И они также сидят в ТикТоке и всякую разную ерунду понесут. Так, получается, суд вы не проиграли. Просто у вас забрали возможность защищаться. И все. Вот вы в тюрьму сели, когда это про эти события или это было дорого? Нет, это знаете как. Я уехал из Англии. И больше трех-четырех дней, иногда неделю, в одном месте не жил. Потому что за мной шла охота. Которая, собственно, потом привела к похищению семьи. Меня же предупредили, что хотят убить и так далее. А я, конечно же, развивал спутниковый канал К+, оппозиционный. Меня обвинили в 2011 году, в декабре. Были события в Женовзене. Расстрел был у людей. И возбудили уголовное дело. Меня назначили, Назарбаев назначил человеком, который организовал якобы выступление рабочих. Якобы я хотел свернуть в конституционный строй в декабре 2011 году. То есть это есть фильм. Назарбаев еще в 2021 году, 16 декабря, выпустил свой фильм. Там американский режиссер Стоун и сказал, это во всем Абляза виноват. Это он все организовал. То есть людей расстрелил власть, а оказывается, виноват Аблязов. Вот в чем суть. И за мной охотились, потому что я организовывал спутник канал, организовывал действия оппозиции. И показывал, что происходит с Женовзене. Впервые на моем канале было показано расстрел, известный. Когда по телефону показали, женщины кричали. Ой, 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 не стережатор. Когда стреляли из автоматов, пистолетов по людям. Это мой канал впервые показал, это распространилось по всему миру. Иначе бы никто не знал бы, почему в Женовзене произошел расстрел людей. Все время говорили, всякие там наркоманы, кто-то еще что-то разрушил. Якобы у них были самодельные винтовки. Вот это была версия власти. И только тогда, когда мой канал К плюс все правду показал, теперь все знают, что расстреливала людей власть. А не люди нападали на власть. Якобы они защищались. Мы их разоблачили. Поэтому за мной все время шла охота. Я во Франции, в Италии везде перемещался. Больше недели в одном месте не жил. Вот, понимаете? И пока я находился, вот так перемещался, похищали семью. По запросу Украины Назарбаев договорился с Януковичем. Они, оказывается, сделали меня розыск в Интерполе. Меня задержали во Франции. Броневик, спецназ, вертолет там и так далее. Когда я сидел за компьютером, сидел и работал. На лед был, они двери взломали и так далее. Вот тогда меня задержали. Я сидел три с половиной года во французской тюрьме. И отбивался от запроса на экстрадицию Украины. Потом в России. А как в итоге Верховный, Высший суд Франции постановил. Это после того, как все инстанции я проиграл почти. Правительство Франции подписало декрет о моей экстрадиции в России. И самая высшая инстанция Франции отказала. Сообщив, заявив, что за всем этим преследованием стоит Назарбаев. Что я противник режиму Назарбаева. Что Казахстан манипулировал Россией и Украиной. Что они, имея договор о экстрадиции, были использованы Казахстаном. И поэтому меня пытаются выдать России по политическим мотивам. И мы представили в суд протоколы заседания во главе с Путиным. Где он давал поручения судебным, якобы независимым органам. Чтобы вынесли решение в пользу Казахстана. По их просьбе, как он говорил, уважаемого Нурсултана Абишевича. И получилось так, что мы все эти протоколы сумели извлечь. Передали в суд и сразу было видно, что суд работает по приказу Путина и Назарбаева. Вот в чем суть. Понимаете, почему вот эта грязная волна на меня льется? Потому что я организовал сопротивление. И обещал свернуть этот режим. Так получается, я вообще вот эти события не знал, где, когда и почему расстреливали людей. Давайте вот чуть-чуть. В декабре 2011 году, это 16 декабря, если быть точным. Это день независимости Казахстана. Жан-Азени на площади мирных людей, которые просто стояли. К ним приблизилась полиция. Это когда отмечали день независимости в стране, по всей стране. И начала в упор расстреливать из автоматов и пистолетов. В упор. Понимаете? Конечно. Да, и тогда они объявили, что погибло якобы там 17 человек. На самом деле погибло больше. Город был заблокирован. Погибло очень много людей. И правды об этом пока мы при этом режиме не услышим. Мы не услышим. Офигеть. Офигеть. А я еще, блин, я же... Вы знаете, что я сделал выпуск в ТикТоке о том, что Казахстан, вы еще не видели того, что видела Корея. Что здесь, типа, в Корее закрывали города и расстреливали людей. Оказывается... В Ладжан-Азени было то же самое. Капец. Это в декабре. И меня обвинили, что я глава, значит, организованной преступной группы, которая хотела совершить антиконституционный переворот. Я был главным с точки зрения властей. Вот. И использовали мои разговоры в Скайпе, когда я готовил людей на выступления, митинги. Рабочие стояли 7 месяцев на площади забастовки. С моего спутника канала шли репортажи. Я туда передавал им палатки, еду. Я в то время находился в Лондоне. Потому что это был фактически единственный центр сопротивления этому режиму. И поэтому власть меня любым путем пыталась устранить. В Лондоне мою машину таранили. Пытались сбросить на встречную полосу. Пытались похитить. За мной там летали все время вертолеты. Все, что я говорю, это не сказки. Это прямо в решениях материалы есть в судах. Они фотографировали сверху с вертолетов, где я проживал. Они наняли агентов, которые за мной круглые сутки следили. Мотоциклисты и тому подобные. Они делали отчеты, за которые, кстати, по миллиону фунтов в месяц. Это почти 2 миллиона долларов в месяц. Они платили различным агентам, чтобы они за мной следили. Я эти отчеты сам читал. Они еще в суд их передавали. Казахская сторона говорила, вот он утром в 9 часов на работе, и полдвенадцатого ночи выходит. Последний из этого здания. Круглые сутки за мной охотились. Полпа такая. А, я думал, это правительство Англии. Это получается Казахстан. Правительство Казахстана. Это Назарбаев нанял специальных агентов. Платил им месяц по порядка 2 миллион долларов. Они следили, вертолеты нанимали. Вот все, что я сейчас говорю, люди говорят, какая-то фантастика. Вертолеты летали, и материалов судебных это все есть. Как они, еще судья сказал, ничего себе, вы такую устроили за ним слежку. А стоит это того? Вы хотите с него какие-то деньги, но он же, ну видно, что все деньги вы у него забрали. Судья так сказал на процессе. Зачем вы всю эту слежку делаете? А адвокаты Казахстан говорят, нет, вы не знаете, это вообще гений бизнеса. Он вообще, у него гигантские деньги, он так искусно спрятал, мы найдем. У него там десятки миллиардов долларов. Вот все, что они рассказывали в суде, чтобы оправдать, что они устроили за мной охоту, травлю, нападение, покушение. Понимаете? Вот сейчас вы хотите мне во второй вопрос задать по январским событиям. Обратите внимание, синхронность. В декабре 2011 года, когда расстреляли людей в Жанозене, кого обвинили организатором антикоактивационного переворота Мухтара Блязова. Тогда расстреляли людей, власть стреляла. А кто оказывается виноват, как сказал Назарбаев, там есть известный его ролик, 16 декабря, фильм. Он говорит, это все Блязов, люди погибли из Блязова, он сидел из-за рубежа. Мы 10 лет проводили расследование, 10 лет, и все доказано, следственные органы доказали, что это Блязов. Видите, как синхронно. То есть в 2011 году Мухтар Блязов виноват, оказывается, то, что власть расстреляла людей. В 2022 году снова расстрелы, и опять оказывается, в этих жертвах виноват Мухтар Блязов. А почему? Потому что Мухтар Блязов на кон бросил все. Сжег свой многомиллиардный бизнес. Вот меня сейчас спрашивают, вы говорите, сколько я украл. Если бы я украл, я бы просил деньги на защиту своих адвокатов. 7 миллиардов, ты каждый день по миллионам долларов тратишь, ты их никогда не потратишь за свою жизнь. Это невозможно. И синхронное обвинение тогда было, в 2002 году, когда я создавал ДВК, меня посадили в тюрьму. На 6 лет, мне дали 6 лет. Меня там пытали, избивали, травили. Врачи сказали, что у меня поражены все внутренние органы, отравили. Это было в 2002-2003 годах. Да, 6 лет. Затем в Москве, меня в 2004 году пытались убить, это тоже общеизвестно. Это все стоит в интернете, я ничего не придумывал. Снайперы, я давал пресс-конференцию и так далее. Осенью 2004 года. Весной 2010 года на меня таран машины в Лондоне, не где-то, а в европейской столице. И обвинение, что я, оказывается, виноват в расстрелах людей, в Женовзене в 2011 году, повторилось в 2022 году. А всему причина, моя политическая борьба. Да, получается, просто из-за того, что вы рассказываете правду. Я не просто рассказываю правду, я создаю партию, я создавал информационные каналы, спутнику-каналы. Я вот сейчас создаю специальные ячейки, я вывожу людей на митинги. Три года, 17-18-19 год, когда я выходил в эфиры, вырубали интернет. Почему? Потому что я людей выводил на митинги. Я создал движение, я не просто говорю правду, я создал движение демократический выбор Казахстана. Мы за 42 дня собрали в чат больше 100 тысяч человек. Сразу власть объявила ДВК экстремистской организации. Запретила. Притом тайные решения суда, которые ни разу они не опубликовали. Ни разу. Суд это что? Это две стороны между собой приходит, сосредоточный процесс. Всего этого не было. Поэтому я не просто говорю правду. Я организовываю сопротивление. Цель моя свалить этот режим. Это разные вещи. Если бы я был просто говорил правду, я был бы журналист, диссидент и так далее. Я политик, который собирает сторонников. Мы написали платформу. Мы сказали, какая страна нам нужна взамен этого режима. Демократическая. Мы хотим жить как в Южной Корее, в Америке, как в Европе. Казах очень много в Южной Корее. Ездят и говорят. Ох, блин, а как люди здесь живут? У них ничего нет сырья, как у нас, нефть и газы. Они круче нас во много раз живут. Как так? Поэтому мы говорим, мы валим этот режим. А взамен что? Взамен мы вам предлагаем путь Южной Кореи, путь Америки, путь Европы. Именно поэтому этот режим меня пытается везде замочить, проще говоря. Поправку немножко сделаю, Мухтар Кабуллович. Смотрите. Да, жить как в Корее, в Америке, в Европе, но это вопрос только экономический. Правильно же вы затрагиваете? Не то, чтобы там семейные ценности, культурные. Не, не, смотрите, Влад, невозможно жить как в Южной Корее, если ты не будешь придерживаться тех же самых ценностей, которые есть в Южной Корее, в Европе и в Америке. Это права и свободы человека, права и свободы человека, выполнение закона, законность. И когда все это работает, тогда и все остальное, как вы говорите, ценности, семья, какие-то еще другие вопросы. Это у всех одинаковое. Демократия везде одинаковая. Люди в Корее корейцы, в Японии японцы, в Тайване это на самом деле китайцы, как мы понимаем. Но когда вот этот принцип управления единый, это не имеет никакого отношения к национальности или к этносу, к культуре и так далее. Она развивается и никто не мешает. Как раз таки, когда права человека, защищены все интересы человека, тогда, пожалуйста, и образование, культура, язык, что хочешь. Вот в чем суть. Не подавляется права человека. Да, да, я понял. Так, давайте тогда еще раз проговорим январские события. Январские события, это копия, получается, декабрьских событий несколько лет, да, 2000. Более масштабных. Если там было только в Жаназене, я на тот момент жил чуть больше 100 тысяч человек, по-моему. А события января 2022 года, они затронули 95 населенных пунктов страны. 95. И по нашим оценкам, если в Жаназене там всего стояло 500 нефтяников, то в январе 2022 года минимум 400 тысяч человек вышло на протесты. В одной Алмате минимум 200 тысяч, в областных центрах Ахтау, Кызларда, Тарас и так далее вышло по 30 тысяч человек. Суммарно по стране минимум 400 тысяч человек. 400 тысяч человек, даже в масштабах России, которые, ну скажем, в 7 раз больше по численности населения, даже по масштабам России это очень много. 400 тысяч. То есть понимаете? А так, смотрите, хочу здесь немножко для себя уяснить. Январьские события, есть несколько версий, из-за чего все начало подниматься. Кто-то говорит, что это Аблязов, всех надоумил, все пошли. Я знаю версию, что, ну я видел видео просто, где таксисты, кажется, сидят. И, ну не сидят, а стоят уже, бунтуют, то, что куда это годится, подняли тарифы на газ. И вот это была отправная точка, когда они встали и пошли. Как вы скажете? Влад, знаете, у нас еще в советских школах учили, есть причина, есть повод. Помните, когда там крейсер восстал, матросы в царской России, и говорили так, им дали похлебку, в которой они обнаружили черви. И матросы восстали, и, значит, крейсер там начал, там, короче, его начали подавлять. Это был повод, а причины, как нам в школе еще в детстве объясняли, что плохое социальное положение людей, бесправие, беспредел и так далее. Вот нас так в школе учили. Так вот, если идти от простых вот таких вещей, то, что было в Жанавзении, газ, елю, когда требовали, чтобы цена газа была 50, сжиженного газа, потому что там фактически 90% это таксисты, отопление, все построено было вот на этом газе. Там есть Жанавзенский газоперерабатывающий савод, и поэтому рост цен в два раза бил по кошельку людей, люди были возмущены. Это был повод, как все сами червями. А повод, если бы люди хорошо жили, были бы богаты, они этот тариф даже бы не заметили. Поэтому это был повод. А причина была в том, что население страны живет бедной жизнью, недовольной, бесправием. Вот и в этом, собственно, причина. Но я хотел бы обратить внимание, что люди вышли с двумя требованиями. Сначала вышли газ елю, типа газ 50. Мы буквально на следующую неделю выбросили наши лозунги и механизм, что нужно делать. Это было буквально на следующий день. Мы выставили лозунг «Шалкет», это Шал, это Назарбаев и вся его система власти, Шал – это старик. Шалкет – это вторая парламентская республика. В течение пяти лет я публиковал программы, объяснял, что такое парламентская республика. Говорил, почему парламентская республика должна быть без должности президента. Что это приводит к монополии на власть, к захвату власти. И нам должность президента не нужна. И говорил, парламентская власть – это контроль власти со стороны народа. Поэтому люди переформатировали. То есть вчера был повод из-за газа, а сегодня они на следующий день вышли уже с политическими требованиями. «Шалкет» – это долой в этот режим, «Жьё», как они говорили, весь этот режим, его корни. И парламентская республика. «Бахтау» – это областной центр рядом с Жан-Авзенем. Там были организаторы митингов, которые прямо говорили. Должно быть временное правительство и призывали, чтобы я приехал в Казахстан. Вот что это было. Поэтому в нашей стране этот газ елю – это был повод, а причина была та самая политическая, что бесправный и нищий народ. Соответственно, люди понимали причину. А люди понимали причину в политической системе и в тех ворах, которые сейчас находятся у власти. Поэтому они вышли с требованиями, чтобы эти воры ушли, и чтобы была страна реорганизована в парламентскую республику. Вот что произошло в январе 2022 года. То есть в тот момент это был, я не призывал, это все вот так, что называется, спонтанно. Но дальше мы вбросили лозунги, мы объяснили, что нужно делать – выходить на площади, накапливать критическую массу и заполнять администрации областные и городские. Не захватывать, а заполнять. Тысячи людей идут на прием, что называется. А эти воры, их народ не избирал, они все трусливые, шакалы. Они бегут. Власть не может лежать на полу, ее всегда подбирают. Вот наша была задача, чтобы люди пришли, заняли, заполнили с собой администрации. В девяти областных центрах так и было сделано. Люди зашли, заняли, вышли и объявили о том, что они заходили в эти здания. Просто мы не успели до конца добиться, чтобы были организаторы на местах. Я все время говорю о создании неких скрытых ячеек. Я поясняю, что в авторитарных системах открыто невозможно заниматься. Сразу упакуют. Поэтому скрытые ячейки. Вы как-то один раз, сами не зная, что мы предлагаем, сами логически построили правильную модель. То есть должен быть штаб за пределами Казахстана, чтобы на него не могли совершить нападение. Там должны организаторы. На местах должны быть люди. То есть мы с вами разговаривали, вы даже не зная, что это сформулировали, начали просто, как бывшие военные, я так понимаю, генерить, как должна быть построена модель. Мы это сделали. Мы вывели штаб за пределы Казахстана. Мы написали платформу политическую. Мы написали, что завтра люди получат, когда скинем эту власть. И мы расписали действия, которые нужно сделать, чтобы скинуть эту власть. Создавать ячейки, чтобы нас было сотни тысяч. Тогда мы мирным образом свалим режим. А в январе так и получилось. Военные, полиции начали переходить на 100 народов. Почему? Потому что они сами часть этого народа. Во-вторых, они увидели такую массу, которая просто их раздавила бы, если бы они сопротивлялись. Их спас просто Путин. Вот что было в январе. Это говорит, что из-за меня там что-то люди погибли. Это очередная пропаганда. И, к сожалению, вот эти тупые люди, а их, кстати, очень много. Их очень много, эти тупые люди. Они что, все прекрасно живут? Нет, но они просто получают чечевичную похлебку, продаются за какие-то мелкие серебрянки. Иисус Христос больше, наверное, получил, чем они. И продаются, и вот это льют грязь. Вместо того, чтобы освободиться от этого режима и жить нормальной страной. И вот все эти обвинения в мой адрес, они, конечно же, смешные. Они синхронно, повторяющие, просто уже масштабированные в рамках всей страны. Если раньше меня обвиняли в организации, так называемых, государственных переворотов только в Женовзине, сейчас уже выстраивают, что в рамках всей страны. Соловьев, вот этот Соловей известный в России, на своем канале, говорил, вот они Майдан хотят сделать. У них штаб в Киеве. Это правда, у нас штаб был в Киеве на тот момент, пока война началась. Потом мы их перевезли в Вильнюс, в Литву. Вот они, Майдан. Вот, смотрите, номера, телефон плюс 38. Это Киев. Видите, а он сидит в Париже, он вещает. Вот этот Соловьев говорил. И тут российские все каналы меня обвинили, что я организатор якобы погрома в том году, который делала сама власть. То же самое они сделали в Женовзине. Погромы устраивали и так далее. Люди в черной одежде. Это были бандиты власти. Сейчас то же самое. Одинаково. Технологии та же самая, которую они масштабировали в рамках всей страны. И все. Так. Ну, теперь надо перейти к вопросу, сколько вам платят за организацию митингов. Вы уже ответили, конечно. Ну, давайте мы по-другому сделаем. Если мне платят. Вот, смотрите. Вот эти тупые люди, когда задают вопрос, они забывают, что они еще первый вопрос задают, не только третий. Они говорят, что Аблязов украл миллиарды долларов. Если я украл миллиарды долларов, я сам, кому хочешь, могу заплатить. Правильно? Кто мне может заплатить? Если я миллиардер, кто мне может миллиарды заплатить, чтобы я людей выводил на митинг? Это что? Я какой путь проделал? 15 лет живу здесь. Уехал из страны. Семью мою похищали. Покушение делали. Ради чего? Чтобы людей выводить на митинге, мне за это должны были заплатить? Так я имел состояние свыше 20 миллиардов долларов. Я сам, кому угодно в мире мог заплатить. Вот тупые зомби, слушайте, кто мне может заплатить больше того, что я потерял? Если бы я не занимался политической деятельностью, я бы сейчас, у меня мое состояние было бы не 20, а больше 100 миллиардов. Кто бы заплатил такому человеку? Смотрите, здесь же надо грань точную внести. Вот люди, они даже не разделяют вас как бизнесмена и вас как политика. Они думают, ну вот какой-то сумбур у них в голове там. Он сидел, Лондон, жена украли, деньги украл, митинги устроил. А если вот так вот логически, ну последовательно разбираться, Аблязов это предприниматель, который зарабатывал хорошие деньги и ушел в политику для того, чтобы сделать народ свободным. Вот эти вещи почему-то, простой народ казахстана, некоторые не понимают, что Аблязов это не тот политик, который, как у нас, да, вот политики, он стал политиком, значит он заработал. У вас же наоборот все было. Вы сначала заработали, вы знаете, как зарабатывать, а потом уже вследствие того, что вы стали богатым, где-то столкнулись, может быть, с правительством, не суть. Но вы уже захотели, чтобы и народ тоже жил нормально. Вот это вот. Я в ноябре 2001 года вышел на пресс-конференцию со своими соратниками, будучи богатым человеком, имея бизнес, вышел с требованием, что нам нужно организовать политический реформ, перестроить страну, что выборы должны быть акимов, да, и тому подобное. Вот, собственно, сейчас вот наша платформа. В 2001 году я мог этого не делать. Вот сейчас, знаете, когда в очередной раз вы выйдете в эфир, там будет говорить, а, он мстит, мстит за то, что у него отобрали бизнес. У меня бизнес отобрали в 2009 году, если что, а вышел я в 2001, создавал демократический выбор Казахстана, публично объявил 18 ноября 2001 года. Ну-ка, расскажите мне, что у меня отобрали в 2001 году? И что я вот, тогда что скажешь, что я мстил, кому я мстил в 2001 году? Понимаете? Да, в датах люди, конечно, потеряны. Нет, это все, видите, публично, открыто есть, просто люди многие как устроены. Им Хабар сказал, так называемый, наш главный государственный канал, они это проглотили. Они вчера молились, и столицу именно, ну что там, Назарбаев, именно поэтому называли, потому что эти люди молились. Памятник ему ставили, улицы называли. Почему? Потому что люди молились, молчали. А потом, когда какая-то часть правды прорвалась, мы начали показывать состояние Назарбаева, сколько украл, это же очевидно, самолеты, вертолеты, яхты, гигантские дома, мы же все показали. Кстати, я первое все разоблачил, показал дома Швейцарии, всю их собственность раскрыл. Почему на меня нападали? Потому что я все, самолета, с вертолета все снял, и фильм показал. Подружку Тимура Кулебаева, Гога Шкенази, показал ее дворцы в Лондоне. И все это сейчас все показывают, разные каналы, но никто не говорит, что все эти фильмы снял Мухтар Аблязов. Ух ты, понимаете? А в 2010 году, я находясь в Лондоне, я добился ареста счетов Тимура Кулебаева. Показал, что он украл у страны, показал платежные поручения, все переводы, переписку, я получил доступ к его мейлам, и все вытащил, и все это сделал. И группа из шести человек подали иск в Швейцарии, и арестовали, они говорят, 600 миллионов, но, как выяснилось, позже арестовали 4 миллиарда долларов у Тимура Кулебаева. Понимаете? И он в итоге потерял свою работу, потому что я разоблачил его подружку, Гога Шкенази, показал ее дворцы. На тот момент Тимур Кулебаев возглавлял государственный холдинг Самру Казана, который владеет 40% актива в нашей стране, государственной собственности. Он, Назарбаев, был вынужден его отправить в отставку, потому что был скандал, жесточайший, в ноябре 2010 года. Почему вы за мной охотились, почему меня пытались убить? Потому что я их разоблачал, не боялся, везде. Но я не дурак, я уже в тюрьме отсидел, пытки прошел, и когда я осознал, что меня вот-вот арестуют, я успел улететь. За два часа до моего ареста успел улететь. Ну, понимаете, я, конечно, на опережение где-то работаю, но масса всяких попыток было, и мне эти килеры звонили, дайте мне, добейтесь, чтобы во Франции было убийще, паспорт другой, платите мне в год 300 тысяч евро, и тогда я дам показания, где мы вас хотели убить. Называют места конкретно, действительно, где я был, ну, я их видел, этих агентов, вот. Это постоянный процесс, я в этом живу. Теперь у меня этот, вопросы такие уже, которые просто народ хочет от вас услышать. Сами люди просто захотели от вас услышать информацию. Первый момент, как вы собираетесь возвращать, ну, короче, все недра земли, которые на сегодняшний день, да, там, Америка, Китай и так далее, да, разные страны разобрали, добывают, и Казахстану остается практически ничего, а то, что остается, забирают журдяи, как вы собираетесь это все возвращать в нужный рост? Наши люди не понимают, они думают, если там кому-то что-то продали, месторождение, то все, уже они навечно будут качать нефть или там добывать металл и так далее. На самом деле, это не так. В Казахстане все месторождения, любые, нефти, газа, металлов и так далее, принадлежат, ну, как бы народу, как написано в Конституции, государству. Что это значит? Это значит, тот инвестор, который хочет добывать нефть, газ, он подписывает с правительством контракт на недропользование. Контракт, срок 25 лет, 49 лет. И в этом контракте оговаривается, какие бонусы инвестор платит государству, роялти и тому подобное. Ну, из моей практики, я вам так скажу, контракты, они все слабенькие, хоть их готовили там с противной стороны международные юристы, контракты слабенькие, поэтому мы эти контракты так подкрутим, пересмотрим. И нашей стране что нужно? Мы же не будем бегать все лопаты, добывать нефть. Нашей стране нужны деньги. Мы должны от этих инвесторов получать справедливую оплату за то, что они добывают природные ресурсы в нашей стране. За нефть, роялти, бонусы. Потом мы должны установить минимальную оплату труда, когда люди будут получать не нынешние деньги, а раз, как в 5 раз, где-то в 10 раз больше, с них, соответственно, эти люди платят налоги, подоходный налог, социальные различные налоги. Если он, например, сегодня получает 500 долларов, то, соответственно, нашим законодательствам 10% подоходный налог, значит, 50 долларов уйдет государству в виде налога. А если он завтра будет получать 5000 долларов, государство получит не 50 долларов, а 500, в 10 раз больше. Поэтому задача правительства контракт на недопользование поправить, и чтобы эти инвесторы просто платили, во-первых, роялти бонусы больше раз, во-вторых, чтобы они платили заработную плату людям, нормальную, и мы должны установить минимальную планку. мы установим, и людям будет хорошо, и государство получит дополнительные налоги. Поэтому мы вот таким образом будем делать. Другой вопрос стоит, многие задают вопрос, а как я буду возвращать почищенные деньги Назарбаевым, Токаевым и их окружениям. Ну, во-первых, в Казахстане у них активы, ну, например, карагандистский металлургический комбинат, ферросплавы, разные медные комбинаты, там подставные люди, они находятся в стране, и такой активной собственности минимум на 100 миллиардов долларов. Мы просто их конфискуем, раз. Второе, у денег есть следы. Деньги, они со счета ушли, мы с каждой западной страной, со многими имеем договора о взаимопомощи. Мы просто предъявим, покажем, что это коррумпированные действия, а законодательство этих европейских западных стран устроено так, что они должны наложить немедленно арест. Мы арестуем деньги, арестуем недвижимость, затем мы выбросим десант в эти страны и проведем юридические действия и докажем, что это крадено и все это будет возвращено Казахстану. Я специалист, я думаю, в мире таких специалистов почти нет, потому что со мной так боролись, и я знаю, как делать. Бывал. Да, я вылавливал их деньги, арестовал их деньги, поэтому я здесь большой специалист, который может деньги поймать, найти в любой стране мира, абсолютно, в любой точке мира на планете, понимаете, я все юрисдикции мира знаю, поэтому мы их деньги найдем, имущество найдем, арестуем, заберем, все вернем в страну, понимаете, а там, если внутри нашей страны, просто подкрутим контракт на недопользование, если незаконно что-то приобретено, через суды просто отберем и все, это несложно. Дальше, с какой страной вы хотели бы идти в тандеме, когда все изменится? Ну, смотрите, вот в спорте, ваш вопрос уточнить, это с кем вы хотите двигаться? Ну, двигаемся мы с лучшими, правильно? Мы говорим, лучшие это какие страны? Это ведущие, европейские страны, это Америка, это в конце концов, если наш народ за традиции, все боится, боясь, что мы какие-то свои традиции потеряем, это смешно, возьмем Южную Корею, Японию. Вот, это парламентские, ну, Корея, Южная Корея, конечно, президентская как бы республика, но у президента нет той власти, которая в реальности, по словам президента, это тоже парламентская республика. И Япония тоже парламентская республика, там формально есть император, который ничего не решает и все, и в Англии так же. Поэтому, мы, как в спорте, будем ориентироваться на лучших, мы с ними будем выстраивать долгосрочные отношения, подписывать разные договора, приглашать их в нашу страну, чтобы лучшие технологии, лучшие, не соседней России, Савковой, которая везде все технологии украдены, старые на Западе, а именно лучшие, так, кстати говоря, Южная Корея развивалась, лучшие технологии пришли с Запада, южнокорейцы сначала все это как бы делали, учились на них, а затем сделали свое. И Китай тоже самое, Китай тоже так же развивается, просто там авторитарная страна, диктаторская, вот, ну и доходы на душу населения у них средненькие, невозможно сравнить с Южной Кореей, Китаем, конечно, поэтому для нас ориентир, вот, если азиатские страны, это Южная Корея, Япония, если мы говорим о Европе, Западе, это вот ведущие европейские страны типа Германии и Америка, все, это вот очевидно же, ты же не будешь, как ты будешь одеваться, допустим, у тебя есть деньги, ты же не будешь на улице бомжа и на него ориентироваться, ты смотришь модный журнал, у кого самое лучшее, в экономике то же самое, кто самый лучший, Америка, Европа, Южная Корея, Япония, все, мы на них ориентируемся, больше ни на кого. А какие отношения станут с Россией? С Россией будут обычные деловые отношения, торговля будет, никому мы ничего не будем запрещать, если выйдем, я считаю, мы должны выйти из Евразийского Союза, он нам не выгоден, даже вот автомашины, всякие маразины, утилесборы придумывают, чтобы мы покупали только российские тазики, это барахло нам не нужно, мы будем просто торговать, просто иметь дружественные отношения, но мы должны всегда знать, это диктаторская, извините, сейчас я скажу, даже фашистская страна, и она для нас не может примером, мы будем просто с ними, имея в связи с тем, что имеем общие границы, есть какие-то торговые отношения, все будем поддерживать, но ориентирования на эту страну не будет, мы на, извините, на говно страну не должны ориентироваться. Смотрите, вот, ну у меня теперь такой, наверное, свой вопрос, я тут недавно просто начал изучать вопрос этот, в Казахстане очень много есть теплых, засушливых регионов, где проблема с водой, то же самое, да, было и в Израиле, но Израиль очень много поставляет продукции, мне кажется, если вот на самом деле, да, вот уберем Аблязова, уберем их всех, вот никого нет, вот положа руку на сердце, Казахстан может, вот он находится в середине, он может, сука, вот эти все страны, которые вокруг него, он может и всех снабжать фруктами и овощами, потому что у него хватает территории, просто нужно руки приложить и денег дать народу. Там все очень просто, Влад, это уже мировая практика, это еще древние египтяне, даже еще раньше придумывали систему водохранилища, там есть засушливый район, у нас вот сейчас топит всю страну, еще не сильно затопило, но уже началось, что называется, каждый год у нас весна наступает, как собственно и в России, неожиданно, а воды много, снега много, заливает, затапливает поселки, города, просто вот, просто волна наводнения, это же очень просто, мир давно придумал, еще несколько тысяч лет назад, даже какой, много тысяч лет назад, делаешь водоемы, водохранилища, накапливаешь эту воду, в это время, не даешь, чтобы она зря расходовалась, а в весенний, летний период, просто используешь его, как поливную воду, и все, и у нас достаточно этой воды, мы можем этой водой обеспечить кого угодно, более того, создавать разные водоемы, и еще в жарких районах, типа Джисказган, где степи, если мы водоемы создадим, там будет оазис, а так мы друг друга все топим, и конечно же, я сам с юга Казахстана, у нас там, знаете, в советское время, у нас яблоки гнили, мы там их сушили, не знали, что под компот, яблоки, персики, сдавать было некуда, и на юге такая же ситуация, мы еще улучшим, если проблема с водоснабжением, в этот период, у нас будет очень много той самой продукции, которой не хватает в России, по климатическим обстоятельствам, понимаете, вы правы, мы можем завалить всех соседей, там, где это не растет, мы можем завалить агрофруктами и чем угодно, агропродуктами. Арканат тут пишет, даже если у него получится вернуться к власти, в КЗ, так пишет, как будто вы уже были при власти, даже если получится у него вернуться к власти в КЗ, он будет ничем не лучше нынешней коррумпированной власти. Я буду не лучше, если люди будут такими же баранами, извините, прямо я скажу, потому что я четко говорю, что парламентская республика предполагает, что люди активные, люди контролируют власть, они отлавливают коррупционеров, у нас свобода слова, по любому поводу люди выходят массово на митинги, прижимают коррупционеров, выставляют свои требования, вот тогда правительство будет народное, а если люди будут ждать Бэтмена, который вот приедет, опять будет воровать, они будут как бараны сидеть, только и блеют, только тогда так и будет, а я говорю, мы должны другую страну построить, где люди активные, на западе тут, если что, видели фермеры, вышли там дерьмом, облили здание мэрии, заблокировали Париж, им сразу в течение недели все проблемы решили, фермеров, вот такой народ должен быть, а не сидеть, как ждать, что когда в другой жизни Всевышний на кого-то накажет, или вот будем тихо сидеть, может быть, когда-нибудь все получится, поменяется, люди должны быть активными, в чем отличаются страны те или иные, западные от наших, они отличаются тем, что законность, почему законность, не потому что на бумаге написано, у нас тоже законы хорошие написаны, потому что люди, если что, выходят массы на улицы, и закон исполняется, потому что люди контролируют власть, вот, когда я верну страну, я буду такую страну строить, я сейчас ищу соратников, не рабов, соратник, который то же самое видит, что и я, и мы хотим построить свободное общество, чтобы по любому поводу люди не молчали, не боялись, не пугались, выводили, жертвовали, если надо, с собой, только так можно построить сильную современную страну. Кстати, насчет митингов, я не знаю, у вас тикток есть, корейский, нет, но вот, если вы сидите в тиктоке, вы постоянно видите, что в Корее постоянно кто-то сидит на улицах, там 10 тысяч человек, и что-то требует. Но это в западных странах постоянно такое. Это нормально считается. Я в 92-м году, когда приехал в Японию, удивлялся, тысячи людей, там везде митинги и так далее, и при этом все забито, магазины, люди получают высокую зарплату, то есть я ходил, они говорят, у нас кризис японцев, мне говорят, в 92-м году, я говорю, да, нам до ваших, еще лет 100, наверное, надо ползти, вот у нас кризис-то кризис, есть нечего, работы нет, все заваливается, и люди у нас на улицу что-то не выходят, а у вас по любому поводу. Это на западе всегда так. Поэтому запад именно такой, потому что народ активно, все время поджимает, поджимает, поджимает власть. И это правильно на самом деле. Да, конечно. Вот интересный, новую фамилию узнал. Облязов поднял свой банк благодаря скрытым процентам. Ничего не бывает так успешно само по себе. Ермек Нарымбай это доказал в судах. Ну, Ермек Нарымбай ничего не доказывал, он такой же д**, как многие ватники. Скажу следующее прямо. Есть договор с клиентом. Клиент читает, на бумаге все написано. Что значит скрытые? Они что, среди бумаги там спрятались, где-то растворились? Это очередное заявление тех д**, которые не хотят читать документы, и хотят, чтобы им на ложечке все принесли, они закрыли, глазки съели. Так не бывает. Тебе положили перед тобой договор, проценты, у тебя есть калькулятор, у нас в стране среднее образование обязательно всех, среднее образование у нас все имеют, на калькуляторе кнопочку нажимать все умеют, проценты считают тоже. А если он хочет сказать, что вот там были какие-то тайны, скрытые проценты, он б***ь очередной, который не читает договора, и хочет, чтобы кто-то за него это читал и думал. Там вот читаешь договор, видишь, что не так, не соглашайся, банков много, иди, другой банк не устраивает, не бери, в конце концов. Ты же в магазине приходишь, ты же не говоришь, тебе всучили по какой-то завышенной цене, ты просто не покупаешь, ищешь в соседний магазин. Банки тот же самый магазин, где продают деньги. Ну банк это есть банк, да, мне кажется, что там банк продает деньги, в магазине продает магазин товар, деньги такой же товар, ты за товар платишь деньги, банку тоже платишь проценты, а эти деньги банк не печатает, когда говорят, а что ты там дешево не отдавал? Извините, люди приносят депозиты в банк, и мы банк накидываем свои проценты, чтобы содержать инфраструктуру, здание, зарплату людям платить, и вот мы на этом банке и жили, понимаете, бесплатно никто не может давать, потому что это, тогда депозиты, кто положил деньги в банк, они ничего не получат, или вообще не вернут, или вообще не получат свои вознаграждения. Вот что такое банки. Да, еще учет инфляции же идет, да, конечно, накопительные все. Я, наверное, очень жестко говорю, часто ватники тупые и так далее, ну, это народный язык. Нет, это нормально. Народный язык, и он просто сразу обостряет, оголяет и показывает, думай головой, не будь болваном. Почему меня все время сажали, пытались убить, отбирали, потому что я не успокаивался, газет много создавал, телевидение, мое телевидение вообще расстреляли, фидер канала, снайперская винтовка расстреливаешь, чтобы он не вещал. Это было все открыто в 2002 году, это публично, открываешь интернет, все смотришь, забиваешь гугл, все вылезает. Поэтому эти зомби, когда такие слова говорят, они даже интернетом не пользуются, головой не думают, на кнопочку не хотят нажать, загуглить не могут. Если кто-то один, что-то там вякает против режима, он не оппозиционер, он просто критик. А я организатор, я политик, потому что я обедняю людей, и хочу свергнуть этот режим, чтобы построить другую страну. Вот в чем суть оппозиции. А, еще пишут, Аббуляцев агент Кремля. Ну, агент Кремля, которому дали 15 лет заочно, несколько лет назад по просьбе Назарбаева, пытались меня, я 3,5 года от России отбивался, конфисковали мой бизнес там, в России. Классный я агент Кремля, да? Имел состояние свыше 20 миллиардов долларов, все потерял, и остаюсь агентом Кремля. Ну, что можно сказать? Вот такие у нас агенты. Еще знаете, что Влад говорит, что агент Запада. Я говорю, шикарно. Если я агент Запада, а чем это вам плохо? Я приду, как агент Запада в классе, что это будет? Вы будете получать зарплату, как, например, в Южной Корее, или в Америке. Все изменится, не будет коррупции, будет свобода. Вы что, этого не хотите? Я был бы счастлив, если был агент Запада. Ну, к сожалению, по западным стандартам они не могут вмешиваться в мою политическую деятельность. Но я так иронично говорю, к сожалению. Они не хотят, чтобы я был их агентом. Было бы здорово. В какие сроки, с момента того, как будет положено начало новой власти, в какие сроки, по плану Облязова, Казахстан станет страной самодостаточной, которая уже не будет закупать хотя бы такие вещи, как продукты, одежду, ну, первоначальные. Ладно, автомобили, технику, все, что касается этого, окей, мы закупаем. А вот в какие сроки ваша программа сможет Казахстан сделать свободным от того, чтобы что-то закупать на стороне в плане одежды, в плане еды, ну, и все первое необходимое. Там и порошки можно делать, и туалетную бумагу. Чтобы Казахстан был... Вот на такой вопрос не ответит никто. Даже вся страна будет, Америка, анализировав, посадить все институты, они не смогут ответить на этот вопрос. И на него не нужно искать ответы. Это бессмысленный вопрос. Граждане должны зарабатывать на уровне ведущих стран, как Южной Кореи, например, или в Америке. Все эти производства автоматически появятся. Почему? Ну, потому что, например, есть вот многие производства, выгодно или невыгодно производить, ну, автомобили. Автомобили выгодно производить, когда, если средняя зарплата хотя бы будет тысячу долларов, как Китай, вот представьте, у нас население 20 миллионов, ну, даже из них половина будет иметь машины. По одной, не по две, как на Западе. 10 миллионов автомашин. Выгодно. Есть люди, которые в состоянии купить. Банки будут давать по низким ставкам ипотеку, потому что денег будет в стране много, если человек получает тысячу долларов. Вот, посмотрите, Китай, я пример приведу. У них зарплата сейчас где-то на уровне тысячи долларов, и автомобильная индустрия, она сейчас по объему номер один в мире. Они еще не такие качества, но производят очень много, и, конечно, что эти заводы старт им дали японцы, корейцы, американцы, немцы и так далее. То есть, они сначала все это построили, а те учились и начали свое что-то делать. Вот, поэтому важно, когда наши люди будут много зарабатывать, как в Европе, тогда конкуренция. Будет очевидно, что помидоры будет выгоднее производить внутри страны у нас, потому что климат позволяет, чем тащить откуда-то на транспортные сдержки. Тогда у нас появятся свои помидоры в достаточном количестве. А одежда то же самое. Зачем его где-то производить и тащить, если его будет выгодно производить здесь, внутри страны, потому что покупательная способность высокая. Понимаете? Поэтому нам нужно добиться, чтобы люди много зарабатывали, и все, и дальше уже пойдет. И будут у нас производить и автомобили, и кофеварки, и там, и все прочее. Что выгодно производить нашей стране? Мы даже не знаем, что вообще выгодно нашей стране производить. Да, мы знаем, что животноводство, продукты, зерновое производство, но когда завтра будет свобода, когда правительство будет работать, народ, тогда у нас только отраслей появится. Вот, посмотрите, в Тайване, они производят микрочипы, маленький Тайвань, основной объем мирового производства Тайвань производит. Остров был, пустой остров, который Чанхайши бежал туда с остатками своих сторонников и построил демократическое государство. Кто бы мог тогда решить, что они будут производить основной мере производства чипов, весь мир будет от них зависеть. Понимаете? Но они же вначале что делали? Одежду производили, все, что простое, что умеют китайцы производить. И мы также должны. Мы должны производить то, что пользуется спросом в мире, сегодня нет газ, завтра мы будем что-то другое производить, и все у нас появится. Не надо пытаться говорить, а мы все сами будем производить. Надо производить конкурентное. Может нам выгоднее будет одежду покупать в Китае или еще где-то, но зато мы будем производить такое, которое в мире никто не производит. А для этого нам нужно, чтобы граждане были свободны и богатые. А у нас страна уже сейчас эти все условия может создать. Когда вы говорите, какое время мы избавимся от импорта. Надо по-другому ставить. Когда наши люди будут получать зарплату в среднем 1000 долларов, 2000 долларов, 3000 долларов и так далее. А я говорю, что максимум два года у нас зарплата будет средней не меньше 1000 долларов. Сейчас 500 это много. Сразу после того, как мы придем к власти, нефтяники сейчас получают 500 долларов в среднем, будет получать минимум 2000 долларов. Минимум через два месяца. Пенсионеры сейчас средняя у нас пенсия считается там 120 тысяч это грубо 200 евро. Мы приходим к власти, они на следующий день получают 400 евро. На следующий день, потому что мы будем доплачивать со стороны государства минимальную пенсию дополнительных существующей пенсии. Вот так надо вопрос ставить. Зарплаты будут меняться через два месяца. Мы придем спишем все потребительские кредиты у 7,5 миллионов человек. Там кто-то миллион тенге 2000 долларов, кто-то на 500 долларов взял. Мы придем спишем сразу. Потому что денег в нашей стране много, во-первых, во-вторых, 200 миллиардов украдено Назарбаева, из них 100 миллиардов находится внутри страны. Мы сразу, если люди действительно будут готовы, это же за что-то воюют люди, это должно быть и через два месяца ваша жизнь изменится. Через год вы не узнаете страну, потому что во власти будут динамичные люди, которые будут слышать народ и быстрые реформы делать. Заводы появятся, дороги будут делать, мусора не будет. Все будет меняться на ваших глазах. Через 4 года вы не узнаете страну. Я считаю, что через 4 года мы по уровню доходов мы приблизимся к странам среднеевропейским, таким как Эстония, Польша, которые вместе с нами были в Советском Союзе. За 4 года. Почему? Потому что у нас много богатств сейчас внутри страны, а у них нет. Вот если бы у них это было, они бы вообще сейчас жили бы как Германия и Франция. Они от них отстают. А мы за 4-6 лет мы можем быстро их нагнать по доходу. Но дороги конечно у нас не будет как у них. Образования у нас конечно не будет как у них. Это целый процесс. Людей нужно обучать, где это строить здания, технологии внедрять. Это время. Но зарплату можно получать сразу в несколько раз больше, чем сейчас. Потому что страна богатая. Согласен. Насчет зарплат согласен. Потому что нефтяник он в принципе работает на европейскую компанию. А значит он может получать такую зарплату. Продает на западный рынок по мировым ценам. Значит что? По нефти у нас должны по мировым. Металлургии по мировым. А что же получается? Сегодня если человек получает небольшие деньги, он тратит мало внутри страны. Завтра он больше. Деньги вливаются в экономику. Ходит в кафе. Значит больше кафе строится. Больше ходит парикмахерский. Больше компьютеры покупает. Больше машин покупает. Квартиру начинает покупать. Что это значит? Это значит рабочие места. Кто-то начинает строить активно квартиры, потому что есть покупатели. Кто-то закрывает кафе, потому что есть клиенты. Их стало во много раз больше. Вот чего нужно добиваться. Мы сразу улучшим жизнь людей буквально через несколько месяцев. Потому что у нас... Понимаете, Корея, Южная Корея как развивалась? Южно-корейцы они выстраивали экспортные отрасли с нуля. Траву ели. Вообще бедная страна была. Выстраивали, строили там эти автомобильные заводы из американских старых джипов 45-го года, которые остались, когда война была с японцами. Затем была выстроена экспортная отрасль, которая стала давать валюту. А у нас уже есть. У нас есть природные ресурсы, которые не было у корейцев, которые сейчас нам дадут валюту, дают. Эти деньги должны быть реинвестированы на перестройство всей экономики. У нас сейчас есть то, что у корейцев не было. Корейцы из воздуха все это сделали. А у нас природа она подарила. Там уже сами думаете, стоит его вставлять? Да я на любые вопросы отвечу. Когда Облязов все изменит в стране, будут ли призывать Назарбаева к ответу за все, что он сделал и все, что украл? Я не очень понимаю, почему, что значит призывать. Когда мы придем к власти, во-первых, опять же, постановка вопроса неправильная. Когда Облязов изменит? Облязов, он не Бэтмен. Мы строим парламентскую республику, менять будет менять вся страна и соратник, который разделяет наши идеи и ценности и как мы будем строить страну. Облязов один завтра с ним, чтобы случилось, что все умерло, что ли? Нет. Это первая ошибка. Второе, я во всех своих выступлениях говорю, немедленно, вот сейчас план свержения режима есть, там пункты есть, арест, Назарбаева, Токаева и прям список есть, кого нужно арестовать. Второе, когда меня спрашивают, откуда вы сразу возьмете деньги на выплату людям списания, там почти на 20 миллиардов долларов. Я говорю, слушайте, у Назарбаева состояние 200 миллиардов минимум, не считая его близких, родственник, Токаева и так далее. В резервах страны больше 90 миллиардов, вот мы из них и возьмем. Каждый год они крадут по 30 миллиардов, всех арестовать, конфисковать их собственность, вот о чем я говорю. Поэтому, когда мне задают вопрос, что, когда Облязов придет к власти, что будет с Назарбаевом, с Токаевым, мы арестуем их немедленно, немедленно, и будем судить открытым судом, чтобы весь мир видел какие-то эти воры и убийцы находятся у власти. И будет масса свидетелей, будут открыты суды, будут факты, мы не будем делать никакие тайные суды, они за все ответят. Так, ну, в принципе, что, Тарко Булыч, что будем делать? Все, наверное? Вы там выпустите в эфир, там люди новые вопросы зададут, кто-то будет снова поливать с новой силой. Ответим снова. Все, тогда спасибо вам большое. Ну, Влад, вам спасибо. Ай, я вам хочу сказать спасибо, что вы есть. Большое спасибо, вы, вы капец какой человек на самом деле. Дай бог, чтобы у вас все получилось. Я не знаю. Спасибо, вы очень сильны и просьба не сдаваться. Просто до конца уже добить то, что делаете. Ну, слушайте, я этому отдал уже почти 25 лет жизни, прямо, если считать, да, и поэтому у меня вариантов нет. Буду последовательно этим заниматься. Столько лет своей жизни жить, чтобы потом, это знаете, как в анекдоте, сын с отцом плывут, реку переплыли, осталось 2 метра, и сын отцу говорит, папа, я устал, поплыли обратно. Да. с этой серии. Точно. тогда хороших вам, я не знаю, боевых будней, пускай все получается. Спасибо, Влад.